Итак, уважаемые телезрители, вот и завершилось противостояние Головкин-Альварес. И уже вне зависимости от результата данное противостояние вошло в историю мирового бокса. Ну и сразу после окончания прямой трансляции из Лас-Вегаса мы переходим сюда, в нашу студию, на телеканале Каспорт, для того, чтобы попытаться подвести итоги этого исторического боя. Ну и, конечно же, попробуем сделать вот такой анализ, что пошло не так и в целом на что мог рассчитывать наш соотечественник. Ну а помогут мне в этом наши постоянные эксперты Айдар Махметов, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, человек, который хорошо известен, так скажем, в мире единоборств, и не только у нас в Казахстане, но и за пределами. Еще один наш гость, постоянный эксперт, это спортивный комментатор, который только что непосредственно работал на трансляции Арман Абдрахманов. Ну и еще один наш эксперт, это Руми Бекхожа, ну так скажем, спортивный блогер, ну и, как я люблю представлять Руми Бекхожа, энциклопедия, да, энциклопедия мира бокса. Ну что же, друзья, спорт это эмоции, бокс в том числе, поэтому, прежде чем мы перейдем, да, вот к такому основательному разговору, хотелось бы буквально в двух словах эмоции, впечатления, Айдар. Я думаю, что бой получился хорошим, немножко поздно Геннадий включился, силы оставались, видимо, чуть берег силы, но в целом поединок, я думаю, прошел с таким внутренним большим напряжением и с большим интересом, ну, тем более, учитывая нашу привязку именно Геннадию, я думаю, в Казахстане вся страна смотрела и болела за него. Но, что касается Айдара, эмоций, все-таки, что на душе сейчас, разочарование, радость, я не знаю. У меня нет разочарования, я смотрю, наверное, больше как профессионал и считаю, что Геннадий провел отличный бой, заработал хорошие деньги и, ну, дал мексиканцу, наверное, самые тяжелые, одни из самых тяжелых боев в его карьере. Я очень рад за Геннадия, считаю, что он очень хорошо смотрелся в этом бою, не сказать, что человек, например, 40 лет боксировал как молодой, и, на мой взгляд, боксировал хорошо, немножко, может, в тактике были, тактика была, может, не совсем правильно поставлена, чуть раньше, если бы он включился, возможно, результат мог бы и другим быть. Арман, вопрос, я понимаю тебя, как коллегу, да, все-таки, комментаторы, когда работают на прямых эфирах, тем более на таких поединках, через себя мы все это пропускаем, вот ты тоже это пережил, вот по эмоциям, что осталось? Ну, давайте, прежде чем мы перейдем к разбору Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, этого поединка, я бы хотел отметить, в андеркарде дрался Али Ахмедов, вот я боюсь, что сейчас на фоне Геннадия чуть-чуть забудут Али Ахмедову, но я бы хотел выделить его выступление. Все трое судей отдали единогласно все раунды Али Ахмедову. Это было классное выступление, надеюсь, что дальше он будет еще прогрессировать. Ну, а переходя уже к Альваресу и Головкину, классный поединок, крутой поединок. Вот я вот прям сейчас, возможно, до сих пор эфир меня прямой еще не отпустил, но вот я по времени этого эфира всегда, думаю, в голове держал. Уорд, Гатти, Фрейзер, Али, что мы сразу вспоминаем? Трилогия, здесь то же самое, Трипл Джи, Канело, что будет сразу же в голове появляться? Тоже трилогия. А если момент такой еще, возможно, четвертый поединок, почему бы нет? Потому что Головкин, по сути, вот этим поединком, многие вопросы были же. Вот ему 40 лет, возможно, он будущий член Зала Славы, Future Hall of Famer и так далее, об этом все говорили, вот сейчас Канело на пике и так далее. Но этим поединком, мне кажется, Головкин показал, что он может еще, еще может дать прикурить молодым. Более того, он еще чемпионом-то и остался, по сути, ну, в 72 килограмма, у него есть пояса. Я уверен и хочу, конечно же, чтобы Головкин продолжал выступать. Руби, ваше впечатление. Я соглашусь с Айдаром, с Арманом, я тоже доволен этим боем. Ведь многие эксперты, они пророчили, что... Все буквально говорили, что Головкин данный бой проиграет. Это основной был фактор, это возрастной фактор был. Но сегодня, увидев бой, мы увидели, что Головкин все-таки дрался на уровне. И достойный сопротивление оказал чемпиону в суперсреднем весе. И несколько, пару, конечно, раундов не хватило для того, чтобы победить. Но мы увидели, что Головкин все-таки также на уровне в 40 лет. Разница в 8 лет. Для среднего веса в 40 лет это очень большой возраст. Многие... Потому что здесь для среднего веса, для суперсреднего веса очень важна скорость. А как раз именно первое, что уходит, это скорость у боксеров. Поэтому я считаю, что Головкин очень профессионально, очень качественно провел этот бой. И неплохо он работал своими джебами. Неплохо у него получалось попадание апперкотом. То есть только можно похвалить нашего чемпиона. Ну, хорошо, к более детальному анализу мы еще вернемся. Сейчас хотелось бы, так скажем, поговорить о тех поединках, которые предшествовали данному заключительному третьему поединку Канело Головкин. Бой против Мураты. Айдар, с вашей точки зрения, что он вообще дал, что он показал всему миру, допустим, да? И вообще вот этот бой, который по итогам, да, мы помним, Головкин выиграл, в целом, так скажем, предвещая вот этот третий поединок с Альваресом? Ну, во-первых, в этом бою Геннадий объединил пояса. Это, ну, нечасто происходит в современном профессиональном боксе, где профессиональный бокс, это, я часто люблю это повторять, это шоу с элементами спорта. Это не спорт с элементами шоу. Люди, многие пытаются мерить профессиональный бокс в рамках любительского спорта. Это не совсем правильно, потому что в профессиональном боксе нужно именно дать зрелище зрителям, то, зачем они приходят. Объединение поясов – это всегда большое зрелище. Шоу отдельное в Японии, там Геннадий по профессионалам никогда не выступал до этого, выиграл два пояса. Может, по бою были какие-то шероховатости, какие-то удары пропускал там в корпус, но донес свои сильнейшие удары, выиграл досрочно и объединил пояса. И создал грамотную предпосылку для третьего боя с Канело, большого боя, для большого чека. И я думаю, что в бою с Канело мне Головкин понравился больше, чем в бою с Мурак. Арман, предыдущий бой уже с участием Сауля Альвареса, поражение от Бивола, тоже опять-таки предвещает этот третий поединок против Головкина. Да, тут, конечно же, был большой риск, когда Канело поднялся в новую весовую категорию, это же категория выше, там и совсем другие габариты. Да, он, возможно, за счет того, что в своей весовой категории 76 килограмм и 72, где он дрался, его мощи хватало ударной, за счет этого, возможно, он поверился. Он одно время даже говорил, что я хочу подраться с сижами, было даже такое, я такой, ну, с ума сошел, что ли, это тяжелый вес. Оказалось, что Бивола не по зубам ему, но Бивол тоже очень искусный, очень мастеровитый боксер. Вот, как раз-таки, возможно, именно этот поединок стал таким фундаментом для продолжения этой истории. Потому что, ну, какое еще противостояние, как не против Головкина, трилогия, такое же интригующее для Канело, как и, ну, после поражения от Бивола, скажем так. И, возможно, как раз-таки поражение от Бивола и, наоборот, интрига их создало. Значит, Канело можно победить, значит, Канело можно победить более того решением, потому что два поединка были очень близких. Первый поединок, вообще, многие считают, был ограблением. Второй поединок был близким, но там тоже решением выигрывал Канело. И поэтому тут, возможно, и факторы такие сыграли. Поединок Бивол-Канело в будущем будет ли реванш или так далее, продолжение истории, вопрос, конечно, открытый. Но лучше Канело, мне кажется, оставаться в своей весовой категории, как и Геннадий Головкин, также продолжать защищать свои пояса, мне кажется. Да, ну что же, здесь понятно, да, все-таки поражение от Бивола, можно так сказать, спровоцировало, да, мексиканцев на то, чтобы все-таки дать согласие. Все-таки очень долго мы ждали вот именно этого события. Руми, касательно вот, так скажем, дистанции, да, первый бой против Сауля Альвареса, 17-й год, следующий, 18-й, дистанция там всего лишь год. И здесь уже 4 года. На ваш взгляд, почему так долго пришлось ждать? Ну, вообще вся история начиналась с того, когда в 2015 году, когда Канело завоевал пояс WBC, выиграв у Миги Эликота. И после этого у Геннадия Головкина был обязательно претендентом, так как у него был тогда временный пояс. И тогда Канело, все-таки команда Канело решила, что пока рано выходить на Головкина. И все-таки они приняли правильное решение, как показывает время. И они отдали пояс тогда, освободили его. Первый бой проходил тогда стиль Альвареса немного был по-другому. То есть он работал тогда вторым номером в первом бою. Как мы знаем, отдали ничью. Между, получается, первым и вторым боем все-таки была разница один год. Они, можно сказать, что все-таки провели быстро этот поединок, реванш. Там реванш был тогда по контракту. То есть у Альвареса была по контракту возможность провести второй бой. И в последующем там поменялась ситуация. Именно в том плане, что HBO тогда закрылся, он ушел с рынка. И тогда данный фактор все-таки может быть. Там еще была пандемия у нас, как мы знаем. То есть все это поменялось. И тогда этот бой, то есть третий бой у нас, разрыв там пошел на 4 года. И там проблемы еще были у Альвареса с промоутером Оскаром Делэхоя. Но Dazon все-таки добился своего. Так как у них главная цель была организовать третий поединок в рамках новой компании, стриминговой платформы. И они все-таки добились этого. Они проявили трилогию. Сейчас посмотрим, какие у них будут показатели продаж. Но я считаю, все-таки бой состоялся. Бой был очень хорошим. Можно добавить здесь? Я считаю, что если бы Канело не провел Бива, третьего боя не было бы. Именно поэтому тактика Канело и вот эти 4 года прошедшие, и сами себя объясняют. Канело не собирался боксировать больше из Голоса. Но он сам говорил, для меня эта история закрыта. Он собирался идти штурмовать Смакабу. Хотел боксировать там в Крузервейте. И вплоть до того, что он натяжей начал поглядывать. С усиком какие-то пытался вести. Он даже на этом основании поссорился со своим промоутером. Да. Поэтому я думаю, что если бы Канело Биву не проиграл, третьего боя мы бы не увидели. Поэтому хорошо, что, кстати, по этому поединку с Бивуном у нас тоже, даже с Руми тоже были. Я говорил, что Биву очень сложно будет Канело с Бивулом. И предсказывал победу Бивуа по очкам. Потому что Бивул с молодых ногтей бьется в 75 кг. Он природный суперполусредний вес и полутяж в настоящее время. Поэтому хорошо, что Канело уступил Бивулу. И мы увидели третий бой сегодня, в котором Геннадий себя очень хорошо проявил. Заработал хорошие деньги. Оставил, я думаю, хорошее впечатление. Несмотря на результат. Несмотря на результат. Все казахстанцы благодарны Бивулу за такую шанс, за такую возможность. Ну что же, теперь уже непосредственно, так скажем, о подготовке к этому поединку. Мы знаем, что Геннадию пришлось подняться во второй средний вес. И здесь хотелось бы, Айдар, вы как спортсмен, неоднократный чемпион мира, вы всю подготовку знаете, все детали, нюансы. В связи с переходом и с подготовкой в целом к этому третьему поединку, на ваш взгляд, что поменял в процессе подготовки Головкин? Что добавил? Ну, я думаю, что, во-первых, если мы костемся в веса, Геннадий боксировал в этом весе, но на Олимпиаде. То есть он 75 боксировал на Олимпиаде еще в 2004 году в Афинах, то есть 18 лет назад. Но он боксировал недовесом. То есть это все знают, тренера сборная. Он 73 килограмма весил, и тогда очень главный тренер за голову хватался, куда это годится. Он должен минимум 77 килограмм весить, чтобы в этом весе боксировать, набрать мышечной массы. Но так как Бахтер Артаев боксировал 69, тогда по любителям был 67-71. Эти два веса схлопнули, сделали 69, и 75 остался вес. И развели наших двух сильнейших боксеров. Эта тактика себя оправдала. В Афинах Артаев стал Олимпиадским чемпионом, завоевал Кубок Баркера. А Геннадий с Гайдербековым в финале очень вязкий бой у них получился, и победу отдали в итоге Гайдербеку. То есть 75, Геннадий выступал, но по любителям. Это немножко другая история, потому что по профессионалам обычно, когда любители переходят в профи, они уходят на вес ниже, потому что подготовка другая, соответственно, подход к весовой категории другой, к весогонке другой. В любителях каждый день надо взвешиваться, у профессионалов ты взвешиваешься только один раз, потом типа полторы суток до того, чтобы вес набрать. В итоге есть случаи, когда спортсмены выходят, тот же Артур Агати как-то вышел с перевесом в 9-10 килограмм на следующий день. То есть фактически 63,5-73-72 весел. То же самое здесь с этой точки зрения. Я думаю, что, например, Канело, так как он уже выступал, он абсолютный чемпион мира, в этом весе у него было преимущество. То есть Головкину нужно было, возможно, в идеале провести бой в 76 промежуточный, потом выйти на Канело, но с точки зрения бизнеса такого решения не было. Поэтому, наверное, в это и был недостаток, что в новой весовой категории, несмотря на то, что Гене вроде не пришлось вес гонять, но это профессиональный бокс, совершенно другой вид спорта. И здесь мышечная масса другая, к ней нужно привыкнуть, к этому весу нужно привыкнуть. И в этом состоянии тоже нужно привыкнуть боксировать. Поэтому с этой точки зрения, наверное, Геннадий был чуть сложнее, чем тому же Канело. А полегче было с точки зрения, что вес не надо было так много гонять. Ну и в целом тактика по бою, да, мне кажется, нужно было раньше включаться. К тактике еще вернемся. Сейчас по тренировочному, подготовительному лагерю Головкина. Кто из спарринг-партнеров, так скажем, с ним работал, и на что был сделан акцент Руминов? Ну вообще я обрадовался, когда узнал, что он пошел тренироваться в Биг Бер, потому что он ушел из зоны комфорта, полностью отсоединился от внешнего мира. И это, кстати, его тренировочная база, в которой он все время тренировался, это была тренировочная база Абеля Санчеса. Но сейчас он, говорят, что он продал этот свой лагерь, и он там тренировался. Плюс у него был хороший тренер по физподготовке Камачи, один из таких лучших специалистов. У него один из лучших специалистов – диетологов. То есть уже после второго боя Геннадий, понимая, что приходит возраст, он начал набирать специалистов вокруг себя, потому что именно к такому возрасту надо подходить очень осторожно, тем более в таких больших боях. Поэтому мы все-таки увидели, что переход на один категорию выше, оно, в принципе, неплохо на него повлияло. То есть Геннадий, в принципе, неплохо себя чувствовал в этом весе, как мне показалось. Поэтому я считаю, что тренировочный лагерь прошел неплохо, то есть показал хорошие результаты. И вот с Айдаром соглашусь, в отличие от предыдущего боя с Муратой, здесь Головкин был намного лучше, хотя Мурата по уровню уступает Альварусу. Ну и как раз-таки, раз мы уже, так скажем, более детально раскрыли систему подготовки Головкина по Альварусу, мы видели там, как он выкладывал свое видео в YouTube и так далее, где он там скоростные, челночные беги выполняет. И была информация, что Канело больше работал именно на скорость. Вот, Арман, по подготовке Канело к этому поединку. На твой взгляд, на что больше делал акцент именно Канело? Ну, на скорость было заметно, что он быстрее, чем Головкин, особенно в первой половине этого поединка. Касательно подготовки, здесь, наверное, тоже стоит отметить, что последний бой от Канело-то был в весовой категории больше, и прошло не так уж, наверное, много времени для того, чтобы подраться в 7-6 в его весе где-то. Мне кажется, тоже во второй половине поединка он подустал чуть-чуть. Или мне показалось, либо так и было, но мне кажется еще, что это результат весогонки, потому что на прошедшей церемонии взвешивания, ну, я, наверное, хочу себя так оправдать, да, но мне казалось, что он выглядит не совсем свежим, что ли, по сравнению с Головкин, потому что Головкин все-таки он был таким прям огурчиком, скажем так, а Канело не так выглядел. Возможно, это тоже сыграло. Почему он так подустал? Касательно подготовки, ну, он обычно тренируется под своими, вместе со своими тренерами, с которыми начинал с самого начала, да, вот Рейноса. В целом там особо, мне кажется, таких каких-то изменений не было, потому что, опять-таки, третий поединок, они все друг друга хорошо знают, знают сильные и слабые стороны. Но мне кажется, опять-таки, это мое личное мнение, есть такое ощущение, что все-таки весогонка, наверное, дала о себе знать, и поэтому Канело, наверное, мы не увидели таким во второй половине поединка. Или бы же это Головкин просто во втором отрезке просто как Феникс воспрял и начал просто крушить, как он обычно делает. С этим понятно. Теперь уже переходя непосредственно к этому поединку, все мы очень долго ждали, да, этого события. Ну вот, начался, понятное дело, вся эта прелюдия, кстати, да, шикарное исполнение Димаша Кудайбергенова, нашего гимна. Кстати, там уже в соцсетях начали в самом начале подшучивать, что где уж где, но вот именно в конкурсе, я не знаю, соревнованиях, состязаниях исполнителей наш Димаш выиграл, и, так скажем, начало осталось за Казахстаном. Айдар, начало, начало поединка, первый, второй раунд. Ваши ощущения, впечатления? Ну, понятное дело, что это третий поединок. В принципе, друг друга они хорошо знают по первому, по второму бою. Здесь была ли какая-то осторожность вновь, ну, принято так говорить, да, там, разведка боем, не торопиться, не форсировать в первом и во втором раундах? Ну, осторожность была не только в первом и втором раундах, а вообще в первой половине боя даже можно сказать, потому что, что бросилось в глаза, это то, что Канело был быстрее и очень часто подключал свой джеб. Потом он начал варьировать атаки, в каких-то раундах наработал первым номером, в каких-то отходил канатом, включался потом дальше, бил длинный, размашистый правый боковой, и левый сбоку также бил длинный, и потом начал эту тактику адаптировать, то есть он бьет левый боковой, Головкин блокирует этот удар и при этом чуть уклоняется в сторону. И Канело стал бить размашистый боковой по корпусу, чтобы поймать Головкина именно на вот этом движении. То есть он начал адаптироваться по ходу боя, чувствовал себя очень вольготно, хорошо. Головкин берег силы в первой половине боя и немножко стало создаваться ощущение, как будто у Александра Беленького, знаменитого российского журналисту в области бокса, есть такое изречение «внезапно постарел». Внезапно постареть – это значит в возрасте зайти уже большой бой и оказаться в нем не в том состоянии, в котором привыкли зрители видеть. Начало создаваться вначале такое ощущение, но оно оказалось обманчивым. Оказалось, что Гена просто берег силы и, как правило, таких прям мощных ударов не пропускал, но некоторые точные удары все-таки вселяли беспокойство. Вот первая половина боя прошла вот по таким внутренним чувствам. Беспокойство, что, возможно, немножко, может быть, чуть подседает по скорости, пропускает ненужные удары, а Канело стал скоростным, более себя вольготным чувством. Вот именно так. Руми, вот у нас сейчас идет, да, видео, четвертый раунд, ну, примерно третий-четвертый раунд. Согласитесь, что именно в этих раундах, ну, так скажем, Головкин стал пропускать. Здесь вот какая-то у вас, я не знаю, опасение у вас появилось, нет по поводу? Да, опасение появилось, потому что с третьего раунда от Канело пошли бодипанчеры, то есть он начал работать хорошо по корпусу. В пятом раунде у него такой левый оверхенд хорошо получился у Канело. Ну, в шестом раунде, в принципе, такая ситуация немного выровнялась. И в целом, вот, начиная с восьмого раунда, уже Гена начал неплохо работать. Ну, где-то можно и седьмой взять. Восьмой, девятый, десятый раунды у Гены раунды хорошие получились, и судьи тоже так же отдали эти раунды Головкину. То есть Канело, он изначально готовился на такой взрывной бокс, то есть у них такие планы намечались, чтобы изначально, с начала раунда, начать взрываться, работать по корпусу, потому что они видели, что в предыдущем бою с Муратой Головкин пропускал по корпусу. Здесь, конечно, не хватало в бою рефлексов уже не хватало, то есть скорости не хватало. Видимо, видно, что все-таки возраст дает о себе знать, и все-таки от возраста, от времени никто не уйдет, тем более в таком весе. Ну, опять-таки, Арман, касательно тактики, мы в самом начале сказали, что и Айдар, и Руми отметили, что нужно было раньше включаться. Вот твое мнение по поводу выбранной тактики на этот бой. Я, конечно, не тренер по боксу, и не Джонатан Бэнкс, но да, действительно, я с коллегами согласен. Тактика, кажется, была чуточку неверной, чуточку неправильной. Восьмой раунд самый, наверное, лучший раунд для Головкина был, но восьмой раунд это поздно, из 12. То есть у вас остается небольшое количество раундов. Я понимаю, что делал примерно Канело в своем поединке, в этом третьем. Его тактика была понятна. Он пытался звинтить темп, высокий сразу же, с самых первых секунд, держать его, но там что-то произошло, он не перестал его держать. Уже начал ближе к середине поединка уже чуть не сдавать. А вот Головкин начал к восьмому, к седьмому, к восьмому раунду начал уже включаться, но это было чуточку поздно. Чуточку поздно, но можно было, наверное, середина. Опять-таки тоже непонятно. Возможно, последнее выступление против Мурата тоже на этот результат тоже имеет место быть, потому что там он тоже был не совсем таким, как обычно мы его привыкли видеть, менее агрессивным, скажем так. Возможно, такую тактику построили. Ну, не знаю, может что-то изменится. Но да, я думаю, что это, наверное, был ключевым фактором. Айдар, мы знаем Канело как любителя таких ярких эмоциональных спичей, высказываний. Перед этим поединком он тоже, да, заявлял неоднократно, что, ну, так скажем, обещал своим поклонникам, что будет нокаут. В целом, по ходу этого поединка были ли варианты, были ли шансы для вот именно этого самого нокаута? Я думаю, было очень мало предпосылок для этого, потому что явно пропущенных ударов высокого тоннажа было не так много. Да, Канело попадал больше, особенно в первой половине боя, более чистых ударов. Но удары не носили такого характера, что Головкина шатала, или он пребывал в сцене Гроги, или он где-то терялся. То есть, ну да, где-то пропускал, тут же блок поднимал и боксировал дальше. И Канело сам тоже пропускал. Но предпосылок для нокаута не было. Тем более, ни один из них никогда в жизни не был, даже в нокдауне, в своих официальных боях, поэтому здесь первые двух поединков, которые раньше еще сложились, они были помоложе. Ну, Канело сейчас пребывает, наверное, в самом расцвете сил. Геннадий был помоложе. Вообще, кстати, по тактике, вернее, не по тактике, а по количеству ударов, по статистике, в первых двух боях Геннадий больше ударов нанес и более точных больше нанес. А в этом бою, по крайней мере, первая половина боя Канело по этому показателю, я думаю, был впереди. Надо посмотреть общую статистику в конце боя, но, возможно, там где-то Геннадий выровнялся, но вот здесь вот Канело получше смотрелся относительно самого себя по сравнению с первыми двумя боями. Меня удивил нас, вернее, здесь тоже удивил Манникс, неофициальный судья за кадром, который он насчитал в 8 первых раундов, отдал полностью их Головкину. Это неофициальный судья, но он формирует мнение. Он как бы специально готовит. То есть мы это поняли так, что специально к публику готовят к тому, чтобы в любом случае победу по очкам, если бой так закончится, отдадут Канело, потому что Канело – это не только боксер, это большой бизнес-проект. Мы считали немножко более консервативным в пользу Головкина, но к чести судей они, на мой взгляд, не облажались с подсчетом очков. Да, кстати, были такие скандальные моменты, в особенности, во втором поединке. Рум, я знаю, что вы частенько, так скажем, свой подсчет ведете. В этот раз, на ваш взгляд, все было чисто? Да, 115-113 – очень такой объективный судейский счет. Даже 116-112, который был счет, тоже можно было в пользу Канело отдать. То есть на этот раз судьи, они очень отработали достойно, потому что они понимали, за них плечами стоят те ошибки, которые были. То есть их коллег, в основном, это в первом бою. Адейл Деберт. Когда Адейл Деберт посчитал так, что только Головкина отдали, только два раунда. То есть это был такой большой скандал. Поэтому здесь, конечно, они к этому большому бою подходили очень аккуратно. И неплохо, в принципе, они судейский счет вынесли. Арман, касательно опять-таки самого поединка, мы сказали, ты отметил, что не хватило на всю дистанцию мексиканца. В целом, на твой взгляд, именно в действиях мексиканца в этом третьем поединке, что было не совсем типично? Что тебя удивило, так скажем, именно по мексиканцу? Да, он где-то там сбавил обороты, но еще что ты подметил? Мне удивило тот факт, что он начал, обычно он не начинает так агрессивно. Он начал очень агрессивно сразу же с первых раундов. И более того, если я правильно понял после окончания поединка, он там давал после матча интервью, он сказал, что у него были проблемы с левой рукой. То ли он ее сломал, то ли что-то повредил, то ли так далее. Что-то с этим было. Но вот его агрессия с первых раундов нетипична, скажем так, для более там прошлого Альвареса, скажем так. Возможно, я говорю, опять-таки, они пытались за счет темпа, за счет скорости. Они прекрасно понимают, что канал, давайте будем честно, он быстрее, чем в головке. Намного быстрее. Да, возможно, если первый поединок, там скорости были примерно одинаковые, но третий поединок спустя уже почти 5 лет, 17-й год и 22-й год, скорость, конечно же, уходит особенно. И, возможно, они пытались за счет скорости, и скорость действительно у него была такая, запределена для этой весовой категории, на мой взгляд. Айдар, да, опять-таки, мы возвращаемся и делаем акцент на то, что возраст, природа берет свое. На ваш взгляд, в этом поединке Головкин чем удивил? Ну, на мой взгляд, Головкин отбоксировал лучше, чем в бою с Муратой. В бою с Муратой появилось ощущение, что Головкин начал стареть. В 81-м году постаревший 41-летний Мухаммед Али, великий, уже с признаками болезни Паркинсона первыми, проиграл никому неизвестному, например, Тревору Бербику по итогам 10 раундов и сказал знаменитую фразу «Время все-таки настигло меня». И это был последний бой Али, а Бербик, мы помним, Майк Тайсон, потом в 86-м году нокаутом победил его и стал в 20-летнем возрасте самым молодым чемпионом мира. Я думаю, что в этом бою с Головкиным у нас не было такого ощущения, что время победило Головкина. На мой взгляд, мне вначале такое ощущение начало создаваться на протяжении первых шести раундов, а потом, когда Головкин включился, начиная с восьмого раунда и отбоксировал в высоком темпе до конца боя, то есть у Гена еще большой задел, скажем так, большой запас прочности. И есть такие спортсмены-уникумы, у которых есть большой запас прочности, это позволяет им боксировать или выступать в других видах спорта вплоть до позднего возраста. Это и какие-то природные данные есть, и высокая самодисциплина, режим постоянный, то, что человек не дает себе слабости, не увлекается какими-то плохими привычками, моментами. И я считаю, что Геннадий именно благодаря высокосамодисциплине, каким-то внутренним качествам, природным качествам сохранил в сорокалетнем возрасте очень высокий задел, очень высокий запас прочности и отбоксировал, на мой взгляд, очень хорошо в этом бою. Несмотря на конечный результат, по-человечески я за него очень рад, потому что хороший гонорар, я думаю, хороший бой, хороший поединок, который зрителям запомнился. Ну и в целом еще есть бои, он еще чемпион мира по двум основным версиям, 72 и 6. Я думаю, надеюсь, что финальную часть карьеры Головкина, один из боев мы увидим здесь, в Казахстане. Ну и еще одно свойство, качество, которое мы всегда отмечали, которое присуще Геннадию Головкину, это, конечно же, умение держать удар. Да, ну это и Канала тоже касается. То есть они оба очень хорошо держат удар, никогда в жизни не были в нокдауне. И в этом бою, соответственно, эти качества снова проявили. Руми, вы как, так скажем, любитель статистики. Теперь таким образом, что у нас по статистике у Канела и у Головкина? Ну, у Канела получается два ничьи, два проигрыша. Я думаю, он сейчас, я думаю, он все-таки наметил на реванш с Дмитрием Биволом. Кстати, у Бивола будет скоро в Дубае бой с Гильбертом Промиросом. Тоже один из таких хороших боксеров по тяжелом весе. Я думаю, после уже, наверное, в следующем году, в мае, будет реванш. Хотя я, допустим, не советовал бы ему все-таки проводить реванш, потому что мы видели, что все-таки другой вес и стиль другой, игровой стиль. Он все-таки очень легко переиграл с Канелой. Поэтому реванш, наверное, у Канела очень мало шансов. Но он такой человек, который все-таки пытается оставить большое наследие. То есть у него такая спортивная большая мотивация есть. А у Геннадия, я думаю, он сейчас, Геннадий, контракт с Дозон у него завершается. Хотя была информация, что досрочно завершается контракт. И Геннадий, я думаю, где-то проведет пару боев. И, как сказал Айдар, да, один бой у него в планах есть. Это провести в Казахстане. Надеемся, увидите его здесь. Ну и, кстати, после этого поражения, я думаю, сейчас начнутся поступать предложения, бросать вызов Геннадию Головкину. Айдар, на ваш взгляд, кто сейчас, ну, может быть, так скажем, потенциальным кандидатом на следующий поединок? Ну, там есть Чарла. Я думаю, что, в принципе, с ним был бы бой интересен. Молодой и очень чувстволюбивый соперник. Я думаю, что с Женебеком Альна Хауниловой, конечно же, никого боя не будет. Отрадно осознавать, что 72,6 в среднем весе, три пояса из четырех основных, сейчас принадлежат Казахстану. Такого никогда в истории не было. Мне кажется, что менеджмент Головкин должен подобрать неплохой матчап для финальной части его карьеры и уйти непобежденным в действующем чемпиона мира. Мне, например, виделось бы со своей стороны именно такое развитие событий. Ну и, друзья, к сожалению, мы вот по ходу трансляции не смогли послушать интервью Головкина. Наши режиссеры сейчас сообщают, что у нас есть возможность посмотреть еще раз. Ну и самое главное, послушать интервью Головкина после окончания поединка. Казахстану. Казахстану. Казахстана, на самом деле. Казахстан. Казахстан. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два пояса опасным версиям у него Судя по тому, что Генов сказал, что большие планы впереди еще То есть еще мы увидим Геннадия на ринге То есть это не было его прощальным боем Не согласен я с некоторыми зрителями Сейчас анализировал социальные сети Где они говорят, вот вышел, почему до конца не боксировал Просто люди не совсем понимают реалия профессионального бокса Геннадий правильно заметил, любой удар может стать финальным Да, может немножко переосторожничал, но показал высокий класс Это был реально бой очень высокого уровня Ну и что меня радует, то что мы Геннадия еще увидим И то, что он все еще чемпион мира в среднем весе Да, это так и есть Ну и друзья, у нас есть информация Дело в том, что сегодня миллионы людей по всему миру В том числе казахстанцы все наблюдали в прямом эфире данный поединок И после уже окончания поединка Наш президент Хасан Жомар Пакаев Поздравил нашего чемпиона, нашего боксера Ну и отметив в своем поздравлении Что для болельщиков Геннадий Головкин всегда был, есть И будет оставаться лучшим спортсменом Ну и все-таки я в самом начале нашего эфира сказал, что спорт это эмоции Я думаю, вы тоже подметили, да, когда уже бой закончился Канело сказал, да, обратился my friend То есть опять-таки, несмотря на то, что сколько мы слышали негатива Да, в адрес Головкина от Сауля Альвареса В концовке все-таки прозвучало my friend Ну и вот эти объятия, Арман, вот как прокомментируешь Я знаете, вот в душе очень хочу, чтобы Canelo и Triple G в конце окончания карьеры стали лучшими друзьями Что это все к этому идет Вот чтобы они стали лучшими друзьями И вот это будет окончание вот этой истории, этой трилогии, на мой взгляд Это как ситуация вот Микки Орд и Гати Они же все-таки в конце стали хорошими друзьями Они хорошо общались между собой Али и Фрейзер, вот я помню, они до конца жизни так и не помирились То есть у них вот этот конфликт там остался А Фрейзер так и не простил ему Но это жизнь И все-таки это профессиональный бокс Как сказал сам Геннадий Головкин Это спорт, для меня это только спорт И у меня, говорит, нет никаких эмоциональных какой-то неприязней к Анелло То есть и мы сейчас видим, что все-таки они признали профессиональные качества друг друга И я считаю, что оба великие боксеры И наш Геннадий Головкин, я думаю, что все-таки в будущем он войдет в зал славы бокса Потому что и там есть как бы один критерий То, что если боксер, он доминировал в своем весе долгое время А у него это было в среднем весе Он, получается, в среднем весе больше 10 лет доминировал Поэтому я думаю, что после окончания карьеры Там через лет 5 может Геннадий Головкин, наш чемпион Войдет в зал боксерской славы Айдар, у вас есть что добавить? Я думаю, что то, что Канел треш-токил до этого Это был треш-ток И нужно было как-то привлечь внимание к этому третьему бою Поэтому Канел включил треш-ток Ну и, как мы видели, в треш-ток он не прям силен, если честно По сравнению, например, с Конором Макгрегором, с Мухаммедом Али Вот Руми хороший пример привел, Мухаммед Али и Фрезер Для Мухаммеда Али тоже был только треш-ток Но Фрезер воспринял это настолько серьезно, что он до конца жизни его не просил То, что он его обзывал обезьяной, там, стихи сочинял в Кумрауне, он его победит Выставлял на потеху публики Вот Фрезер это воспринял очень серьезно А Мухаммед Али и есть один из основателей треш-тока За счет треш-тока это профессиональный спорт, неребический спорт У нас немножко разность культур У нас, когда слышат вот эти вот обидные выражения, якобы обзывания У нас сразу серьезный лад это воспринимает Говорят, он должен за свои слова отвечать Почему он сегодня не спросит И начинают какие-то вот такие вещи Нужно к этому немножко более спокойно относиться И с большим интересом через другую призму посмотреть Это же все-таки создает интерес к бою Люди, которые далекие от спорта, начинают об этом бою говорить Это показатель того, что есть интерес к этому бою Для этого треш-ток и создан в профессиональном боксе Это нормально При этом Канело играл в треш-ток, он не был прям таким обидным Скажем, он был без унижения И на мой взгляд, важную деталь я хотел бы отметить У нас на Канело многие смотрят через призму Его противостояния с Головкиным И относятся к нему резко отрицательно Обзывают его с аулешкой, с всякими другими обидными названиями Считают его боксером невысокого класса Я считаю, что эти люди абсолютно ничего не понимают в спорте Канело один из величайших мексиканских боксеров Точно, один из лучших боксеров современности Точно, чемпион мира в четырех весовых категориях Человек, который хочет создать историю Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе И человек, который в своей жизни только два раза проигрывал Провел огромное количество поединков Никогда никого не боялся Ну и с нашими ребятами, с ним уже с элементом мужества У него хорошие отношения То есть к Канело надо относиться с уважением, как минимум Потому что этот человек заслуживает этого уважения Геннадия мы все любим Я надеюсь, что когда-нибудь они, как мои коллеги сказали, станут друзьями Потому что всему боксерскому миру есть чему поучиться у этих двоих великих боксеров Ну что ж, друзья, я думаю, мы сегодня содержательно поговорили по этому поединку На самом деле, еще раз отметим, да, трилогия Головкин-Альварес подошла к концу Она завершилась по итогам Одна ничья и два поражения Но даже несмотря на этот исход Геннадий Головкин наша гордость Человек и спортсмен, который прославляет нашу страну На этом наше эфирное время подошло Всем спасибо за внимание До встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!